Итак, молодой человек, должен вам признаться, у меня сложилось убеждение, что ваше общество глубоко противопоказано моей дочери. Коллега Гудфелла поднял интересную тему, среагировал на статью, где папа излагает правила хождения на свидание с его дочерьми. Комментарии к статье даже интереснее, чем сама статья. Особенно впечатляет папа, который отдаёт дочь, передаёт с рук на руки, одновременно занимаясь чисткой какого-нибудь револьвера или шотгана. Гудфелла, в общем, разумно реагирует на них, даёт на них правильную реакцию, что люди, ну, мягко говоря, не совсем адекватного поведения. Возникает, однако, вопрос, а что делать, собственно, молодому человеку в такой ситуации? Можно понять, в принципе, позицию папы, который там передаёт дочь с рук на руки, ну, в общем-то, с угрозами, да? То есть понятно, что им движет, наверное, в хорошем случае это действительно желание как-то защитить и так далее, вот. Но с большой вероятностью и не очень хорошие мотивации тоже, то есть просто внутренняя истеричность, показушность, недоверие собственной дочери, собственничество. Ну, и вообще-то сам факт, что человеку, которого видят впервые, а знакомство с ним начинается с того, что ему, в общем, угрожают, в общем, тоже определённым образом характеризует человека. И не только человека, к сожалению, а семью в данном случае. Так что же посоветовать молодому человеку в такой ситуации? Что я могу посоветовать молодому человеку как отец молодого человека? Не есть что посоветовать. К сожалению, сам я бы так не поступил в своей молодости. Во-первых, меня не научили. А во-вторых, учили прямо противоположным вещам. То есть в моём окружении считалось нормальным и до сих пор многими считается. Нормальным постоянно терпеть некоторый уровень, скажем так, унижения и пренебрежения со стороны женщины. Это хорошо, правильно и так должно быть. Такая была у нас негласная, неофициальная тренировка. В сегодняшний момент, зная то, что я знаю, имея тот опыт, который я имею, я советую не спускать такую ситуацию на тормозах. Понятно, что обычной естественной реакции было бы сгладить, перевести на шутку, сказать «да-да, конечно», и пойти по своим делам. Представляете себе, вы, например, полгода ждали какого-то события, концерта, например. Вы договорились, что пойдёте на него с подругой. Вы приходите к ней домой, чтобы забрать пути. И пока вы ожидаете в прихожей, пока она одевается там, либо на лишней клетке, и пока она одевается, вам успевают высказать что-то вот такое. Истерия, что «только попробуй мне что-нибудь такое там с ней учинить, узнаешь у меня там». Это может быть сказано и с улыбкой, типа «ты знаешь, у нас дочка любимая, единственная, ну или не единственная, неважно, но любимая». Так что, в общем, будьте аккуратнее, а не то. И вот этот момент, сегодня я советую не спускать этот момент на тормозах, и не делать вид, что ничего не было сказано, и не кивать, не говорить «окей, окей, да, конечно, как же ещё». Если бы это было сказано про взрослого человека, про взрослую женщину, совершенно летнюю, то это совершенно однозначно был бы красный флаг, который нужно было бы отдельно, с которым пришлось бы разобраться. Я об этом в конце скажу чуть-чуть. Здесь ситуации более сложные, поскольку мы имеем дело с несовершеннолетними, которые как бы, в общем, не полностью за себя отвечают, и не должны полностью за себя отвечать. Но, тем не менее, какая-то степень ответственности должна быть. И, собственно, действовать придётся в двух направлениях. Первое. Человек, которому это сказал, будь это там, не знаю, отец, брат, или кто-то там ещё, кто находится в квартире, кто выступает как, так сказать, классная фигура. Первое, что нужно сделать, это высказать этому человеку то, что, в общем, вам не нравится, и вы не считаете приемлемым и достойным говорить и обращаться так, как он это только что сделал. То есть, что вы, сударь, только что презумировали, что ваша дочь могла выбрать себе в друзья опасного человека из социальных низов или из криминала. Или вы только что презумировали, что я такой человек. Или в случае, если была угроза, там, прямая или косвенная. Сударь, вы только что угрожали человеку, которого вы видите впервые в жизни и о котором ничего не знаете, только потому что он собрался пойти с вашей дочерью на концерт. Вы считаете это приемлемым и нормальным? По большому счёту, на этом месте уже не важно, что человек вам ответит. Он может, так сказать, исключить задний ход, попытаться свести всё на шутку, потому что он не ожидал такой реакции, скорее всего. Может начать быковать. Ты тут кто мне такой, там, щенок, чтобы мне тут рассуждать и так далее. Но это просто как бы, он этим самым усилит впечатление, которое вы и так уже о нём получили. Просто вы получили его таким лёгким штрихом, а он его усилит. Суть в том, что единственный благородный способ выйти из такой ситуации для этого человека, это немедленно взять свои слова назад и извиниться. Искренне извиниться. Но вероятность, что человек, который вам угрожал, сделает такое почти нулевая. То есть можно на это не рассчитывать. Собственно, человек вам только что предъявил большой красный флаг на тему всей семьи. То есть что у них считается нормальным, что считается достойным, что для них является само собой разумеющимся. И, собственно, девушка, которая в этой семье растёт, вы должны сразу понять, что это и есть её среда. Вот такая у них обстановка. И это для неё нормально. Второе направление, которое стоит здесь же привлечь, не знаю, надо подумать по ситуации, сделать это до обращения к отцу или после. Но по-хорошему, это место для очной ставки. То есть здесь нужно немедленно подозвать девушку, если она вдруг этого не слышала, и сказать Маша, Оля, Таня. Мне тут только что сказали, что меня там расстреляют, если я что-то с тобой не так сделаю. Что ты по этому поводу думаешь? Ну, с подростком на эту тему вариант сложный, потому что подросток, опять же, не обладает самостоятельностью поведения и самостоятельностью мышления, поэтому, в общем, отвечать за свои границы в этом смысле она полностью не может, конечно. С другой стороны, и сказать, что она вообще никакой ответственности за это не несёт, тоже нельзя, потому что, ну, вот это семья, да, то есть она действует, в данном случае вы взаимодействуете не с человеком, а с коллективом. А у коллектива, в общем, есть ответственность. Понятное дело, что не надо ждать от неё, что она сейчас накинется на отца, начнёт читать ему лекции, там, это будет уже другой красный флаг по другую тему, да. Там, папа, как вы посмели? Или заткнись вообще, что ты лезешь в мою жизнь? Это, всё это тоже неприемлемая реакция. По большому счёту, попав в эту ситуацию, в общем, красивых выходов из неё, в общем-то, нет. И если вы думаете, что просто проглотев эти фразы и ничего не сказав в ответ, вы исправите эту ситуацию, вы ошибаетесь. Это просто маленькая бомба замедленного действия, которая в перспективе может взорваться. И взорваться сильно. В общем, учитывая, что ни папа ничего уже не сможет сделать, чтобы красиво откатиться от такой ситуации, ни девушка ничего не может сделать, чтобы красиво откатиться из такой ситуации. По большому счёту, единственный реалистичный вариант, это на этом месте прервать ваш сценарий досуга и сказать, что там Василий Иванович и Маша или Таня я, пожалуй, передумал, и, наверное, нам не стоит сегодня никуда идти. В этом доме меня как-то неправильно воспринимают. Всего доброго. С одной стороны, печально, что от такой сравнительно небольшой в общем зазубрину ломаются только что начавшиеся отношения. С другой стороны, во-первых, это хорошая тренировка для вас. Для молодых людей. Вы можете научиться. Это как раз пример на практике, как надо учиться и делать, и проводить границы. То есть вот такие вещи вы считаете приемными, вот такие вещи вы готовы терпеть и принимать, а вот такие вещи не готовы. Где проходит эта граница, решать только вам. Ваша задача эту границу, во-первых, озвучить, во-вторых, отстоять. Во-вторых, в общем, девушка из такой семьи, скорее всего, все равно принесет вам проблемы в конечном счете. Рано или поздно, не знаю, может она и принесет их вам через неделю, может быть, через полгода, может быть, через 10 лет. Бывает и такое. Ну, в общем, вам продемонстрировали красные флаги, а уже ваша задача эти флаги правильно воспринять и сделать соответствующие выводы. Для самой девушки с папой, в общем, это тоже хороший опыт, потому что они как коллектив, как общий юнит, поймут, что да, иногда можно перевернуть палку не по месту. Вот. Они, конечно, могут сделать вид, что там да не очень-то и надо, нафиг нам нужен такой обидчивый. Но где-то на задворках, то есть это может быть сказано вслух, но где-то на задворках сознания все равно останется, что ух ты, оказывается, нужно уметь держать себя в руках людьми, потому что можно хороших людей напугать, да, а плохих этим все равно не напугаешь, потому что плохие люди сделают это в любом случае. В общем, подводя итог, подобная, так сказать, передача девушки с рук на руки должна закончиться тем, что никакой передачи состояться не должно. Вам стоит покинуть дом, сказать, что, знаете, вам, пожалуй, лучше побыть вдвоем, вы хорошо до дуэма подходите, у вас гармоничная семья, желаю вам счастья. Вот. Скорее всего, продолжения отношений с такой девушкой наверное уже не будет, то есть можно понимать это как, в общем, финал. И поэтому я еще раз настаиваю на том, что, в общем, с родителями имеет смысл знакомиться как можно раньше. Чем у вас более серьезные планы, чем вы хотите серьезнее взвесить девушку для долгосрочных отношений или тем более там будущего брака, тем раньше нужно познакомиться с родителями, потому что родители дают такую информацию о семье, какую вы от девушки не получите очень-очень долго и сложно. Может быть, такую девушку можно оставить для отношений только дружба, но без совместных походов. В принципе, как вариант, если вы находите такие отношения приемлемыми, можно перевести девушку из долгосрочных отношений, долгосрочных планов короткосрочные малозначащие, то есть дружить, отношения продолжать, но никаких дальних планов больше не строить. Это не в моем вкусе, но если у вас с этим окей, пожалуйста. Подобная ситуация это серьезное упражнение в соблюдении границ и своих, и чужих. Итак, что касается взрослых женщин, или по крайней мере совершенно летних, я попадал в ситуации похожего рода, и со взрослой женщиной гораздо проще в этой ситуации. Сам факт, что такое происходит, в принципе, является красным флагом о семье, конечно, да, если вам передавая на руки в лицо или там за глаза при ней или не при ней, в общем, тоже обещают кары небесные там, или даже обещают физическую расправу, вариантов не остается. Здесь надо немедленно поставить девушку в известность, то есть пригласить ее в это место, где сейчас это было сказано сразу же, мгновенно. Если вдруг ее там нет, то набрать ее по телефону на громкую связь. Такие вопросы нужно закрывать на месте. И когда девушка подошла или там вы набрали на мобильник, ей нужно просто пересказать там Маша, Оля, Таня, ваш там папа, не знаю, брат, кто-то еще, только что сказал мне вот такую вещь. и просто пересказать вкратце, что вам только что было сказано. И задать простой вопрос. Ты ничего не хочешь сказать по этому поводу? И в общем, только одна реакция в такой ситуации будет адекватной. Если она будет любой другой, то эта девушка в общем надо, к сожалению, оставлять, потому что это очень большой красный флаг. на этом месте девушка может только рассердиться на человека, который влез в ее личную жизнь и начал расставлять там границы вместо нее. И в общем и целом ему должно быть сказано что-то вроде что никогда больше не открывай рот про меня за моей спиной. Я тебя не просила об этом и этого делать не нужно. Если девушка скажет что угодно кроме этого в общих чертах, девушка у девушки проблемы с границами а это автоматически означает что если вы вступите с ней в отношения проблемы с границами будут и у вас. Так что взрослая женщина сама отвечает за свое окружение что она разрешает делать что не разрешает. Если подумать насчет безопасности реальной безопасности дочери уровня безопасности своей выходкой отец уменьшил этот уровень увеличил или уровень остался без изменений вопрос непростой мне кажется что в лучшем случае уровень безопасности остался тот же а в лучшем случае уменьшился то есть есть ли физический смысл в подобной выходке и подобном поведении вопрос очень сложный скорее нет чем да интересно было бы представить себе обратную ситуацию девочка заходит за молодым человеком домой мама отзывает ее в укромный уголок и говорит что-то вроде смотри мне лохудра только попробуй моего любимого мальчика там заразить или там забеременеть от него обманом только попробуй мне забыть таблетку выпить или там презерватив допустить чтобы без презерватива было я тебе волосы выдеру глаза выцарапаю понятно какая реакция была бы на такую фразу и это совершенно оправданно но почему-то в обратную сторону это вызывает смех хороший вопрос почему вот там Продолжение следует...